надо учить детей думать смотрите это потому что это уже немножко другая тема потому что вы понимаете дети верят всему клюнусь вам если я приду в класс или это будет написано в учебнике или скажет пришел профессор скажет дети вас учили как-то не так или просто не учили запомните ветер начинается с того что раскачивается 9 и чем больше деревья раскачивается запоминайте тем сильнее ветер половина класса поверьте хотите поверьте поверьте а теперь смотрите садим рядов детей возвращаемся в первый класс но таких примерах главное чтобы у детей возникает на глава начать потом возникает ассоциация смотрите я школьник я начал сдалека потому что иначе не говорят это говорит коротко не поймут никто просто школе мы изучали в диалектический материализм первые два пункта я запомнила всю жизнь первое единство борьба против боя школьник мне вот это вроде бы все правильно единство борьба против полу и 2 отрицание отрицатель отрицание отрицание все не поняли я надеюсь вы сейчас уже не учатся этого сейчас поймете к чему что такое единство борьба против половинства ленте но не пьет скупая но не транжира работяга но скучный дома почти гость редкого но приходит деньгами холодная зато не изменяет вот это есть единство и борьба вот тогда а мне больше нравится вот это отрицание отрицание когда она мучительно со сломанным видом говорила узнаете я приду несколько примеров когда отрицание отрицает а я сижу а я вроде и вроде не дурак мне партичка профессор вот а если в них решение она говорит записывайте пример отрицание записывайте стул отрицает дерево понятно стул сделан из дерева но зачем вот это вот нам школьникам преподавать когда я понял так надо другие примеры вот мой вопрос смотрите видите я взял фотографию капусту если детьми куда попадает вода если на нем падает дождь наверно корням но они же должны быть помните как у корень вот такой вот вообще боковой корней практически нет ну корень ну вы помните его иди в эти самые как и называется когда если мы так любили у нас не баловали нас качерыжка вот вот вся качерыжка вот а теперь смотри внимательно и если это в школе не будет проходить вот как тем помните фотографию эти нарисованную плодами и в то что ветер это самое от того что дерево качать все таки будет главное детям это я говорю будущим преподавателям будущего министра образования похоже на этого расчета нет и мне до детей вот смотрите та самая груша которая сказал что ставки и боится гниель вот она однолетняя то есть это снята где-то ближе к осени посмотрите и вот когда детям вот это объяснишь второй пример 10 философию преподавать нужно 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 понимаете и вот тогда получится следующее что они сами начнут думать я просто пример привел именно садоводство потому что когда меня учитывается про этот стул у меня крыша ехала понимаете 6 30 дерево это пример философский это как я должен был помнить весь класс должен был помнить а вот на самом деле что расположение листьев такое чтобы влага не попадала на штамп это самое слабое место смотрим сюда привитое дерево бывшая почка на боковой ветке отсюда век короче смотрим опять груша почему-то комчев сказал что они не будут плодоносить витрикальной ветке да будут плодоносить потому что они по лодушке выращивают а никто об этом не знает кто-то когда-то с дуру написал что она жирущая и на ней не будет не бывает плодов после которого это не хотела природилось на суду побывал один RFP потом написал учебник у нас такие феи учебники написали энциклопедия для разговора энциклопедия 종и напис filler педии что бога нет его точно нет а теперь энциклопедия đoạc Потому что Бог есть А уже брать-то вот этим энциклопедиям Пшивеньким этим Понадерганным этим И вот с этого Вот вам вертикальная ветка И вот она с плодами А почему она не защищает штамп? Потому что Привитое дерево Это бывшая почка На боковой ветке Бывшая почка На боковой ветке Это вам не семечко выросло И это еще искусство Что вот так вот мы с Сергеем умеем прививать Что даже привитое Защищает штамп Первые самые страшные годы жизни Почему? Ну так же как ребенок Вот почему Бывшая прививка Двухлетка Прививка на двухлетку Слово на пропустил Ветка с молодого, но полносящего дерева Улучшение третий год Видите? Вот Дальше Исчезает необходимость Калечить крону Для ускорения по отношению Привитое Я же взял С взрослого дерева Черенок Так? С взрослого Пусть привез в последний год Но мы с взрослого Вы вспоминайте литературу На второй, на третий год Висел в плодушках Почему на пятый, шестой Чего пугать-то людей этими Что привитое дерево Него что негодно Замыщие ждали Я выбрал первую фотографию Своего сада Кстати, это сварок На молодом дереве Это дерево практически Это Из недостатка Это потом оно теряет вкус Но это там такие выражения Там вот никакого сахара не хватает Потому что там Из этих плодов Дерево не видно А молодое, да Вкусно Так Ну это к слову Итак В отношении третий год Исчезает необходимость Калечить крону Это я все еще с тем воюю Товарищи Снова Вот это и есть Та самая моя любимая лада Вертикальная ветка Плодоносит А вот эти ветки На год моложе Они тоже Потом покроются этими Вы думаете Я все Или я Это самое Долго выбирал Внимание Вертикальные ветки Обрастают Плодовыми образованиями И гнуть их Не имеет смысла Доказать Вот они Плодушки Ну что вам надо Чего вы людям Голд там морозите Мне больше делать было нечего Гнуть эти ветки Да давно уже У меня и многие Уже Посещение сада Праздник превращается Приезжаю Только хожу и хожу Хожу и хожу Ну только одесса Кашу траву Все Ну поливать еще Приходится одновременно Садится Никуда не верится Особенно в жару И то бывает И то бывает лень Стереотипы мышления Смотрите Ветки практически вертикальные Согласны? Согласны Надеюсь Посмотрите внимательно Скороспелка Мичурина Ну Вот вертикальная ветка Вот эти ветки Смотрите Дальше Дерево продолжает расти Но как расти? Ведь Под силой тяжести Происходят такие чудеса Внимание Вот это Из тех фотографий Которые никто не верит Потому что Я сделал У себя в Сибири Видите что делается? Не осветление Ничего не надо Но это не все Смотрите еще Опять вертикальные Да что же ты будешь делать-то? Я к нему не подхожу К секатору Может быть я Пересаживаю Отрезал пол кроны Не помню Может на месте выросил Не пересаживаю И все равно К нему не подходил А может быть я Чтобы она Немножко расползлась Может я центральный проводник Подрезал Но только в первый год Сейчас я не помню Внимание Ниже Привитое дерево Это Урод И не подчиняется Законам природы Поэтому у него Короче век Смотрите Здесь получается так За ее Спиной Мощнейшее дерево Наконец ветки Которые росли вверх Не выдержали И Год за годом Да Вот тут получается Что Его Боковую ветку Так Изнакрадил То есть Как бы Боковая ветка Не может подчиняться Законам природы Потому что ее Извратили Понятие Должна расти В один бок В другой бок Ветка Которая должна была Расти Знаете Как ветки У дерева Вот Одна вот так Нормальная Другая Третья почему-то так Четвертая вот так Нет Вот это надо уничтожить Это уничтожить А это еще и подрезать И пусть она В общем Герунда Просто Короче Век Только потому Что она Привита Но Там еще у нас Будут философские Вопросы Заключаются В том Что Меня упрекает Том Что мы не имеем Мы права Резать Энергетика Дерево И прочее И вообще Не похожи Эти плоды На больные А вдруг У них в самом деле Плохая энергетика Но у нас Все никто Не заболел Вот смотрите На эту подсветающую Девушку Она вот С такого возраста Вот с такого возраста Она в саду Вот Нет Вероятно Ну ладно Проехали Теперь смотрим сюда Дерево продолжает Растить И уже Урожай ее Гнет И гнет И гнет Уже вертикально вниз Интересно Что на любом этапе Требуется А не потом Когда плоды Попадают Мы их не собираем С дерева Не отрываем Когда Нельзя Когда попадают Они ведь так и останутся Вот сюда бы запустить Эту тимиряль Они бы взялись У меня пять тысяч Чего бы они Тебе составили После него А я всем Всегда говорю Это мое любимое Предложение Не ждите зимы Чтобы искать Лишние ветки И отрезать их Вот Сейчас Когда нет Ни одной Пустой веточки Когда все Они с плодами Я не выбирал Мне много таких Вот Попробуйте вы Я разрешаю Железу Один раз в жизни Только ради истины Чтобы сказать Вы специалисты Или где Возьмите Вот вам Ножовка Вот вам Еще даже Бензопила Там есть ветки По толще И вот вы Как на ваших схемах Рисуете Возьмите И обрежьте Эти самые ветки Вот сейчас И минуту И вот Я бы стоял А я ему пять тысяч Предлагаю А ладно Это их тариф Десять тысяч Предлагаю Только ради истины Чтобы я снял На камеру Как он А сколько Чтобы он Предложить Чтобы он Решился Двадцать Сто Ну сто Жалко Двадцать тысяч Ты специалист Я тебя привез Попросил Этого Президента Чтобы он Спецназ Послал за ним А он не поедет А ему вот так Вот руки Наручники Вот А железом Допустим Авторитете Допустим У президента Ну я Мечтать не вредно Его привозят А я ему Вместо того Чтобы высечь Всенародно Обругать Там Это И просто говорю А камера работает А тут Пять-десять Этих Телеканалов Центральных Смотрят А он наручника Ты учил Нас Вот эти ветки Вот схема Вот прям Такого же дерева Это дерево Прямо двадцатилетнее Вот Ты учил Нас Вот в середине Вот тебе Мало того Что тебя Домой отвезем С подсчетом Вот тебе Двадцать тысяч Вот они уже лежат Такие Пятерки Такие Красивые Вот Только возьми Обрежь Вот Ну можешь даже Что-то доказывать Что ветка неправильная Внутрь растет Вниз растет Вот И это неправильно И та неправильно И вообще загущено Вот возьми И отрезай Вместе с плодами Режь Режь Деньги заплачу Свои отдам Не буду просить У Путина Вот Или там В науке Режь Пожалуйста Обрезай Все Я согласен Я пожертвую дереву Ну покажи До какого Идиотизма Дошли Вот эти авторы Ты и Твои Тебя подобные Причем Причем фамилию Не называю Потому что Я имею Легион Натуральный Легион Вон Одна из Трех веток А это что Тоже Все Уничтожили А вот То самое Вот это Дерево Я его Специально Смотрите Вот оно Вот это Дерево Это верхняя Часть А вот Она нижняя Давайте на нее Посмотрим Внимательно Учеба Есть учеба Здесь Получается Что Эти веток Почему нет Они Отсохли Я мог бы И не трогать И даже Лучше бы Не трогать Но Эстетика Ужелезов Деревья Полумерквые А так Отрежешь Незаметно Но не на кольцо Здесь Поработал Дятел Ой сколько Он тут Этих Выковырял Самых Короедов Причем Я Короедов Не трогаю Нельзя Сейчас Брать Щетку По металлу Варианты Помните Стамески Верхонки Тыльная Сторона Ножовок Пил Вот Еще там Несколько Было И все Это Якобы Должно Дерево Мне неправильно Потому что Я все это Не содрал За меня Работает Дятел Раз Это часть Природа Но дело Не в том Даже бы Он не прилетел Короеды Они Жрут Кору Они Делают Ту работу Которую В дуру Вы хотели Чтобы дерево Обнажить Не свежую Не спелую Кору А здесь Идет Обычный Процесс Старения Дерева Но как бы Оно не Старело Вы видели Урожай Ни хрена Делать Не надо Я Другие Словы Не подберу Ни хрена Ничего Делать Не надо Все Это дурь Потому что Тут же Один бы Сейчас А второго В наручнике А потом Те кто Эти же Самые Помните Учили Драть Кору Второму Ладно Решили Пожертвовать Деревом Еще одним Пожертвовать Теперь Насчет Обдирания Пусть Обдерет Кору Вот Ну уже Двадцать тысяч Заполучу Десять Но тоже В наручниках Потому что Он же Видит Камеры А он почувствует Что его Подставляет Что над ним Уже заранее Все смеются Год два И дерево Мертво После Очистки Коры Вот Растет Еще сто лет Расти будет Пишу Удалось Прожить Без Едеватель 30 лет На момент Съемки Вот Ладно Вот это Просто Прочту Потом Тема Уже Время Мало Хочется Еще Что-то Сказать Просто Прочту Постулат Выдуман Враг Грибы Из подачи Ученых Миллионными Тонн Яда Химикатов Уничтожает Их Миллионными Тонн Уничтожает Их Грибы Травя Уже Почву Фрукты И людей И детей А грибы Не едят Здоровые Живые клетки Только мертвые Они Ассенизаторы Ну Можно назвать Еще Санитарами леса Можно назвать Их Еще Этими Как угодно Враг Выдуман Вот Вся система Дурь Не от этого Деревья гибнут Что на них Поселить Грибы А грибы Поселить Потому что Деревья гибнут Из-за этой Дурь Которая Ладно Возвращаться Не было Вот Это только Потому что Много новичков Поэтому Это самое Деревья гибнут